Здарова, друзья! Сегодня у нас будет великое прощание с легендой. Легенда это как раз таки та самая наша третья карта, на которой мы играли... Ну сколько? Года два? Получается, что... И это очень много. Очень много. Ну и получается то, что мы пойдем сегодня в соло про сквадов на третью карту, как это было когда-то там давно. Почему в сквады? Потому что мне кажется, что в соло будет слишком легко, либо же, ну, будет тяжело только из-за того, что люди будут очень-очень сильно крысить. Если на пятой карте почему-то крыс не прям супер много, то здесь, наверное, их должно быть как и раньше много, потому что крысить есть где, и в том же, например, метро, это прям лучший вариант, я бы сказал. Так что мы ставим соло про сквадов, перекачанный урон на мкшку, мкшка золотая, броник золотой от взрывов, на всякий случай, если вдруг будут заплевывать граниками, думаю, что это должно нам помочь. Можно, конечно, захватить такую броню, которая защищает и от взрывов, получается, и от моликов, то есть сжигалок немножко, от граников, от хаешек, короче, как-то вот так вот. Ну, наверное, пока ставим такую броню. Друзья, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, это на самом деле очень важно. Ну и пишите в комментариях вообще, скучайте по третьей карте в видосах, нужно ли ее снимать, нужно ли какие-то челленджи на ней проводить. Короче, просто люто спамьте, или, возможно, предлагайте какую-то свою гениальную идею по третьей карте или что-то типа того. Также в Телеграме запустился наш розыгрыш, советую как бы поучаствовать, на экранах вы видите все призы, которые указаны в нем. Если есть желание, то вы можете перейти в Телеграм по ссылке в описании и принять в нем участие, думаю, это будет не тяжело. Так что, если что, жду вас там. Давайте просто начинаем. С квады все вроде так, я даже забыл, как включать третью карту, потому что не делал это вообще очень-очень давно, и для меня это что-то, знаете, как будто новое. Мне кажется, я даже разучился на ней играть. Сейчас, кстати, и посмотрим. И еще также интересно, насколько коллиматорный прицел покажет хорошо себя на третьей карте. Потому что на пятой хорошо, а на третьей, ну блин, а что будет? Посмотрим. Новый сезон в PUBG Mobile. Я только зашел в игру, и как вы видите, у меня нету РПшки. РПшка стоит 300 UC-шек, и покупка UC происходит для игроков из России только через сайт playrock.com. И это лучший сайт для доната в игры. Вы можете купить 300 UC или 360 UC на ваш пасс прямо через мой профиль на сайте. Или же выбрать другого продавца. Покупка происходит в пару кликов. Переходите на сайт по ссылке в описании, выбирайте нужное количество UC, оплачивайте с банковской карты или Kiwi кошелька. Ну и, конечно же, получайте UC по вашему ID в игре. Буквально 5 минут, и все готово. Куплено UC у меня на аккаунте, и на них я покупаю новую РПшку. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock. Более 500 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Ну и, конечно же, РПшка должна быть у каждого игрока, так что залетайте на сайт playrock.com. Покупайте UC-шки только там. Ссылка будет в описании. Да, это у нас с вами не пятая карта, и заспаунить может вот здесь вот. Если на пятой карте нет хреновых спаунов, ну вот прям голимых хреновых спаунов, их там реально просто по факту нет. То есть они все какие-то более-менее балансные. Практически от всех бежать, ну плюс-минус одинаково, где-то чуть-чуть дальше, но зато шанс выжить немножко больше. Ну и прочувствовать всю стратегию реально можно. Но здесь вот что это? Что это? Это далеко от всей цивилизации, здесь далеко до всего. И, блин, просто даже бежать до рожка 800 метров. Просто бежать. Там такого нету, там 800 метров ты просто так, ну, не побегаешь, я бы сказал. Там ситуация немножко другая. Блин, я так-то вообще не привык, это еще и разминочный матч, и здесь дальняя дистанция, у меня коллиматор, вот это прикол. Интересно, здесь будут все фуловые шестерки или нет? Ой, не размялся как криво, вообще, блин, надо так-то по голове было попасть. И че? Третья карта, дамы и господа, здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, прям вообще нормально, это был вообще голый тип. И просто, понимаете, ДБС. Ну, это был хэдшот с ДБС, блин, понятное дело, ваншот. Но прикол то, что это вообще, походу, был другой сквад, и вот таким вот образом бывает, что проходит катка на третьей карте. Что? Ну, мне кажется, что это из-за невезучего спавна, наверное, так. Ну, по крайней мере, так удобнее считать, потому что это просто жесть. Что это было? Ну, друзья, ну, такого на пятой карте не встретишь никогда в жизни, я вам отвечаю. Это просто нечто. Давайте еще раз. Так, здесь более-менее, но... Я заметил то, что коллиматорный прицел на этой карте уже, ну, как-то не актуален. Но если он на пятой карте прям топ, как показала практика, то здесь как-то уже, ну, далековато. Вот, прям серьезно. То есть, заметно. Отличается то, что здесь рельеф карты и вообще расстояние здесь огромное между стрельбами. И прицел, скорее всего, здесь будет лучше шестерка, либо восьмерка. Ну, вблизи, понятно, коллиматор, но, как бы, можно его взять с собой просто. А, блин, я что-то раньше спалил все временем, ну, давай. Какое дерево, да? Опа. Пойман. Тихо, тихо, тихо. У меня что-то подвисает экран. Капец. Серьезно, просто у меня что-то как-то... Именно ходьба не нажималась. Опасно было. Ну, ладно, их всего было двое, так что повезло. Хорошо, что на этом обошлось. Давайте посмотрим, что по луту. Патроны там всякие, ну, в принципе, нормально. С прошлой катки у нас ничего не сняли, так что тоже хорошо, потому что могли отобрать золотые шмотки. До сих пор, кстати, не нажимается почему-то ходьба. Ну, ладно. Надеюсь, что будет вообще не критично. Так, здесь файт. Ну, это у рожка где-то там под рожком. Сейчас зайдем посмотрим, но... Коллиматорный прицел, да, серьезно, ну вот. Ну, вот отстой. Все-таки надо взять шестерку или восьмерку, здесь она будет намного круче. Так, давайте этого забираем. А, вон там еще один стоит. Понимаю. Ну, им как бы, да, вообще пофигу было, походу. Типа я стреляю в спину, добиваю, там второй стоит, кидает молик. Ну, что еще сказать, что с него взять. Кинем дымы. Опа, зажигалки. Ну, это было очень тупо, это было очень тупо, соглашусь. Так, люди уже есть, сам начало. Хорошо. Бега-бегут, прикиньте, да, пачка целая. Это прикольно. Норм размансил, кстати, так-то, ну ладно. Все же мы их поймали, но в метро у нас кто-то заходил. Это просто факты. У него не было шлема, ну, может, был рюкзак? А. У него сломана броня. Понимаю. Ну, ясно, ясно. Ну, броня нам в целом так-то не нужна особо. Брать пока не будем, если что, вдруг, ну, оставлю на заметку, вернусь. К тому же она вроде как сломана, так что если кто-то ее подберет, то мы его тоже закроем легко. У нас валят босса. О, первый рюкзак. Подойдет. Мы здесь, кстати, играем не ради шмота, если что, потому что здесь нафармить много, как на пятой карте, нереально. Вот серьезно. Здорово. Он голый, блин. Не, ну, заледочка прям отстает, заледочка отстает. Ладно, все окей, с этими разобрались, но это были, ну, бомжики. Что-то типа того. Вот теперь кто-то еще идет. Давай рюкзак. Есть все, отлично, есть рюкзак. Что, сюда они пойдут, интересно, или нет? Вроде должны. Так-с. Но могут прийти типа оттуда, так что нужно быть поаккуратней. Блин, не добил ведь. Дотечет или нет? Его просто могут успеть схватить, так что не факт. Так, готов. О, это шестерка сталь. Так, этого поймали. Ого. Это уже было опасно, опасно. О, еще кто-то с рожка. Они добили последнего, ему и отек. Эй, как, не убил, в смысле? О, еще кто-то. Тоже зажигалки, блин. Хэдшот, хэдшот. Слушайте, а что с третьей картой? А почему здесь так тяжело? У нас сняли броню золотую. Сняли еще шлем и рюкзак. Нормально. Мы так-то закрываем очень много людей. Но вы понимаете, что происходит вообще тут? Это очень тяжело. Их просто очень много. То есть ты валишь в склад второй, третий, но людей по факту реально много. Вот и все. Так, сну, значит, у нас снова фиговый спам. Короче, оделись мы вот так. Вот в этот раз будет все с теплоком. Все по-дорогому. Но, если честно, пока что мы сливаем очень много. И при этом получаем, ну, ну, только вот то, что получаем. То есть ничего. Вывод. Третья карта сложнее. Вот и все. И реально, здесь сложнее фармиться. Но если, конечно, ты голый, то может быть и лучше. Но, честно говоря, возьми лучше пятую броню с тканью. Там, МКшку улучшенную, довали на пятую карту. Потому что на третьей мне кажется тяжелее. Вообще, не знаю, конечно, точно, но что-то мне кажется здесь трудновато. Продолжение следует... Капец, мы тут с ними прям долго ползали, я вам скажу. Хотя здесь очень много голых типов. Видимо, все, кто раньше играл на второй, там, первой карте, то они ушли на третью. И теперь реально середина сезона, и половина людей тупо голая. Конечно, это тоже создает сложность, потому что фармиться сложно, а по факту они тебя закрыть ведь могут тоже. Так что дела, ну, ни капли не прибыльные. Вот и все. Ну и, кстати, на пятой карте нет ботов, которые стреляют через всю карту. Ну, это к слову. Нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что за реакция вообще? Ну, ужас, серьезно. Что за фиголые? Неинтересно же. Ну, кстати, на минуточку. Сквадов здесь и на пятой карте по ощущениям вот ровно одинаково. То есть целых восемь. Максимальное количество сквадов, которые мы закрывали на пятой карте, это было шесть. Ну, видимо, один куда-то потерялся, и в целом там были мы. Но при этом все встретились на Garnet Mission. Так что, вот такая ситуация тоже была, и, по сути, как-то вот так вот и получается. Ну, погнали, посмотрим. Хотя так-то радиацию за это время можно залутать. Я вообще лутал радиацию в целом-то всего лишь за пять минут буквально, даже иногда получалось меньше, если это делать целый сквад, который причем хорошо играл. То четырех минут, в принципе, достаточно, чтобы залутать все ящики на радиации на третьей карте. Я просто осуждаю эти действия. То есть, по сути, я пошел по той стороне, а они в это время просто уехали по другой. Типа получается, что так вот. Да. Хотя, может быть, и не уехали. Вот, например, тележка. Что, ну? Да, они поехали. Да, они встали. Почему встали, я не понимаю. Тупо. МК, стальной фронт. Вот так вот люди здесь играют. Я просто не понимаю их. Вообще не понимаю. Спасибо, весь лут с радиацией практически достается мне. Ну как, почти весь. Только самые фиговые. И у меня возникает интересный вопрос. А вынесем ли мы хотя бы миллион? Потому что я не знаю, сколько у нас было изначально. Потому что мы играем уже 12 минут. И на пятой карте, мне кажется, это проще. Вот серьезно. Если играть в соло-режим, то вот там прям все в разы намного-намного проще. Ну и все из-за того, что, конечно, там больше укрытий, чтобы спрятаться куда-то. И то есть вас в чистом поле зажать будет трудно. Потому что там чистого поля, ну, почти нигде нет. А здесь оно везде. Знаете, везде эти вышки, везде все натыкано. И карта прям совсем-совсем другая. А еще и выход вот на за третью земель. Вообще осуждаю. Ну, давайте теперь подведем вывод, пока мы бежим на выход. Что сказать? Начнем с того, что здесь, ну, процентов, наверное, 50-70, это голые люди. На пятой карте голых людей практически нет. Вот, реально, практически совсем нет. Бывает, конечно, встречаются какие-то чуваки в четверках, но это прям очень редко. И там найти чувака, который не в шестой броне, это сложно. Потому что без шестой брони там реально нефиг делать. Вот если у тебя броника шестого нет, то делать нефигу. Конечно, с пятой можно попробовать там в соло-режиме, типа, почему нет? Но в сквадах таких как бы нет. В соло-режиме там, да, голые тоже есть. Ну, и, в принципе, понятное дело, почему они там есть. То, что там можно закрывать всяких сольников и прочее. Здесь же хоть лут и падает, хотя и там он падает, но там файты как-то выглядят немножко прям совсем иначе. К тому же там туман на карте, и, по сути, расстояние видимости уменьшается. Здесь же прицел побольше будет лучше, чем там. Так что вот такая вот серьезная разница. И по луту, ну, здесь фармиться как-то прям невыгодно. И бывает такое, что встречаются сквады, которые умеют играть. Они сюда заходят, я не знаю, зачем они сюда заходят, потому что мне кажется, им вот прям самое место на пятой карте. Все же лут снимают и там, и там, так что, ну, а какой смысл играть здесь, сливать голых, а вдруг голые сольют вас? Короче, непонятно немножко. Я бы таким людям советовал бы идти, ну, тупо вот на пятую карту, потому что на пятой карте даже вдвоем можно неплохо отыграть. Если, конечно, вы так играете хотя бы средне. Ну и как ни крути, на пятой карте сквады не целые. Вот серьезно, то есть два-три человека, это прям дефолт для карты, а четыре, они как бы ходят не всегда. Хотя здесь четвером же, наоборот, людей больше. Ну, хотя кого как, ну, там, опять же, все очень-очень трудно. Мы выносим миллион сто тысяч, но это пятнадцать минут. Из них, наверное, минут пять мы только бегали, даже больше. Так что как-то вот так вот. Ну, зато лут более-менее ценный. Но я бы сказал, что это чисто повезло, потому что слили мы больше. Серьезно. На этом все. Вот таким вот выглядело прощание. Не знаю, будем мы снимать видосы или нет на третьей карте. В общем, посмотрим. Ну и не болейте, и до завтра. Пока.